Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. В прошлом видео я показала Вам, как связать очень красивую шапку с отворотом узором с вытянутыми петлями из пряжи Белсейда Макси. И эту пряжу я изначально покупала и на шапку, и на шарф. Поэтому сегодня покажу, какой шарф у меня получился. На шапку у меня ушло ровно два мотка и на шарф осталось три мотка. На данный момент у меня уже провязано два мотка и я остановилась рассказать Вам, как продвигается процесс и какой узор я выбрала для шарфа. Итак, смотрите, по моей задумке шарф должен быть шириной сантиметров 20-25 и для такой ширины я набрала 45 петель. В самом начале у меня провязано 6 рядов резинкой 1х1. Вы можете на свое усмотрение изменить ее высоту, так как Вам нравится. Дальше у меня идет узор с вытянутыми петлями. Я уже в прошлом видео говорила, что пряжа эта очень красиво смотрится на вытянутых петлях. Поэтому и здесь я решила добавить вот такие линии, которые будут играть на свету и притягивать внимание. Сейчас полотно немного топорщится, после ВТО оно станет красивым и шелковистым. На примере образца можно увидеть, как будет струиться этот шарфик. И чем свободней мы будем вязать, тем лучше будет выглядеть эта пряжа. Шапку я вязала спицами четвертого номера, чтобы она была плотнее и теплее, а для шарфа выбрала номер 45, здесь полотно может быть более свободным. Итак, как вяжется узор. У меня, повторюсь, 45 петель. Первая петля кромочная, мы ее снимаем, дальше вяжем три изнаночных петли. Затем идет лицевая, но провязывать мы ее будем не так, как обычно, а в петлю предыдущего ряда. Снова три изнаночных петли и лицевая в петлю предыдущего ряда. Таким образом та петля, которая была на спице, распускается и остается одна лицевая петля на два ряда, поэтому она смотрится более длинной. Продолжаем вязать этот ряд и в конце у нас будут три изнаночные петли и кромочная, точно так же, как и в начале ряда. Довязали лицевой ряд до конца, разворачиваем вязание и переходим к изнаночному ряду. И смотрите, в этом ряду мы будем провязывать все петли лицевыми. Первую петлю снимаем, дальше вяжем три лицевых, где у нас в лицевом ряду были изнаночные. И по сути вот эту петлю нужно вязать здесь изнаночной, тогда с обратной стороны она будет лицевой. Но так как мы в лицевом ряду будем снова провязывать эти петельки в петлю предыдущего ряда, то эта петля все равно распустится и не важно, как мы провяжем ее сейчас. Поэтому вяжем весь ряд лицевыми петлями. И раз нам не надо думать и считать, какую где провязать петлю, тем самым у нас увеличится скорость вязания и мы получим свой готовый шарф намного раньше. Чтобы соединить нити пряжи из разных мотков без узлов и хвостиков, посмотрите отдельный урок. Сейчас в правом углу у Вас появится подсказка. Учитесь вязать так, чтобы Ваше изделие выглядело безупречно. А я сейчас довяжу свой третий моток, сделаю ВТО и измерю длину шарфа, чтобы Вам было понятно, сколько брать пряжи, если Вы захотите связать свой шарф длиннее или короче. И вот мой шарф довязан, остался небольшой хвостик нити. И я хочу показать Вам, как закрыть петли крючком. Вначале я делала набор классическим способом. Меня устраивает, как выглядит этот край. Закрытие крючком у нас получится похожим. Итак, чтобы не стянуть край, последний ряд я провязала спицами номер семь. Теперь передвигаем вязание к другой спице, чтобы хвостик нити оказался на противоположной стороне. Берем крючок, первую петельку снимаем, подхватываем вторую и протягиваем через первую. И со всеми петлями поступаем точно так же. Вот так просто делается закрытие петель крючком. За счет того, что последний ряд был провязан более толстыми спицами, петельки получились большие и край изделия не будет стягиваться. И вот таким мягким и струящимся стал шарф после стирки. И несмотря на то, что на вид он холодный и строгий, тактильно он оставляет самые приятные ощущения. В нем будет тепло и уютно, вытянутые петли красиво переливаются и мне очень нравится, что получилось. С изнаночной стороны шарф так же выглядит неплохо. Давайте посмотрим на края. Видите, отличий можно сказать, что нет. Это наборный край, снизу закрытие петель крючком. Сами видите, и тот край, который был набран вначале тянется свободно и край, который мы закрывали, так же получился эластичным, стянутости нет. Здесь у меня поселилась уже моя фирменная отметочка – факультет рукоделия. Эти бирки я заказывала в Инстаграме, кому нужно оставлю ссылку в описании. Да, кстати, когда будете заказывать, напишите мастеру, что Вы от факультета рукоделия, он обещал для Вас сделать скидку. И теперь, как и обещала, озвучиваю размеры. По ширине после стирки получилось 25 см, как я и рассчитывала. Шарф хорошо тянется, можно растянуть его и больше, но вот в свободном состоянии везде выходит 25 см. А по длине я его измерила без камеры, уж очень он длинный и не входит на стол, у меня получилось 155 см. Это так же в свободном состоянии, повторяю, он очень хорошо тянется. И теперь Вы можете прикинуть, сколько пряжи заказать, а ссылку на магазин, как всегда, оставлю в комментариях. Там же будет и промокод на скидку 5%. Имейте в виду, он суммируется с другими скидками сайта, так что Ваша скидка может составить до 10%, а это уже ощутимо. И у меня на этом все. Не забывайте поставить лайк, подписаться и написать комментарий. Вяжите со мной, вяжите с любовью и вяжите из хорошей пряжи. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok